Прекрасный момент, чтобы рассказать, что было между нами с Лизой. Ты уйдешь, блин! Иди нахуй отсюда! Мы были с Володей пьяненькие. Может быть, хватит к ней что-то чувствовать. Лиза списала на диктофон, издевались надо мной. Маша, сын, не хочет меня видеть в команде. Всем привет, дорогие друзья! С вами Настя Бэтбарби и Даня Бум. Что ты только что сделал? Выбрал рвачку обратно, чтобы не плямкать. Как мы и обещали, просто мы снимали с Даней на его YouTube-канал. Реакцию на первую серию. Сейчас мы снимаем реакцию на вторую серию. Эта серия просто разнос. Я боюсь ее смотреть второй раз. Мы ее смотрели первый раз в кино. Я не знала, что я буду там говорить такие вещи вообще. Я тоже не знал. Начинаем. Что обсуждать ты не хочешь? Я не хотела обсуждать то, что ты был с девочками в комнате. Непонятно, что ты там делал. Это понятно, объяснял же, убирался. Ладно, просто мне было неприятно, поэтому я не хотела обсуждать. Неприятно, что я у Володи в комнате убирался. Зачем тебе убирать Володину комнату? Он попросил. Какой он нас молодец? Ты что, уборщица? Нет, не уборщица, есть дружеская помощь. Нет, это не дружеская. Чего ты не выключаешь? Я убиваюсь, если что. И слышишь, какой ты шум? Я в футболке, я в трусах, я вот так уделала. На самом деле, я обожаю, когда Кристина что-то рассказывает. Она всегда такая эмоциональная, такая сплетница. Моя хорошая, люблю тебя. Просто вы потолкаете. Ты тут там, кстати, стоял без штаба. Ты ничего не шелки стоял. Я не помню, честно, что ты объяснял мне. У меня, короче, есть видео, где я иду. Знаете что? Не вставили, короче, момент, где я иду. Я хотела пощечину ударить. Я пощечину, помнишь, я тебя хотела? Я иду. Он такой, не надо, не надо. Иди сюда, подойди сюда. Да, я знал, что меня сейчас ударят пощечину. Я как, ну, я знал реально. Ну, типа, ну, догадывался, что вот я чувствовал, что сейчас, как у Валик, у меня она идет, такая, иди сюда. Воюй с ними, у меня столько, столько врагов. А взгляд у меня нормальный такой, сучий на тебя, а? Моя личка. Бум истеричка. Бум истеричка. Чего на соло? Не знаю. Бум истеричка. Бум истеричка, драма. А почему они не предлечили? Тебе же подали. Вот я, я хочу спросить. А почему они не предлечили его? Как ты на это отреагируешь? Ну, я вообще от этого всего не видел, то, что тут, блядь, еще пиздельно. Я думала, вообще про меня ничего не сказали. Я вот ничего не сказала. Я смотрю, кто что говорит. Тут сидела Кристина, я села туда, потому что не было места. И просто поменяли, может, обиделась. Мы начали говорить по поводу этой темы. И они только тогда ушли, потому что Кристина неизвестно. А что Кристина? Знаете, что я вам скажу, до вас тонко доходит? По этому поводу я хочу сказать, в общем-то и целом, что если к нам тонко доходит, это не обязательно, что мы не поняли. Это, скорее всего, мы просто склеили дурачка. И все. Вот как Володя, он же все понимал, он потом же просто взял и вывалил. Все как есть. Он типа делал вид, что он не понимал, но он-то все понимал. Ну, если судя, вот даже по видосу, ну, по этому порядку, типа, что не обязательно, что мы ничего не понимаем. Просто мы не хотим понимать. Да вы хитрые, вообще, мужчины. Хотите сказать, что Кристине неприятно, что я привел вчера девочку? Аааа, я разберу вас всех, вау! В конце первого сезона, когда камеры уехали, Володя как-то начал проявлять ко мне какой-то симпатии. Иду, что шел, что-то такое, и мы переписывали с Володей. И он говорит, блин, я сейчас типа катаюсь на тачке, что-то просто взял, подождем 7 минут. У меня вопрос, на какой тачке Володя катается? Если у него прав, нет, вопрос. Как он катается со своим личным водителем или на такси он катается? Наверное, с личным водителем. Блин, как прикольно, сейчас покататься на тачке, подожди. Он такой, приводится, такой заеду, поедем, покатаемся. Я такая, эту муну... Блин, Кристина так мило это все рассказывает с такими позитивными эмоциями. Я ее, на самом деле, очень понимаю. Ну, он такая прям зайка. Видно, что ей было хорошо с Володей. Да, и мы поехали кататься. Вот, мы едем в Сочи, все нормально. И я смотрела на что-то, какие-то знаки бумаги были. И что-то вот в бассейне, когда мы даже прыгали, он там меня берет, не нравится, что-то там подходит рядом, крутится, вертится. Такие милые, я не могу. Как-то выехали камеры, мы там задержались, и что-то Володя прям как-то начал прям в правильном направлении двигаться. Что-то Володя там... Я начал... Правильном направлении двигаться. Это глубинное движение какое-то. Почему ты не хочешь, чтобы тебя ассоциировали с Кристи? Я вообще не знаю, что меня ассоциируют с Кристи. Если вы хотите меня ассоциировать с Кристи, пожалуйста. Да, я знаю, что Володя не хочет, чтобы его ассоциировали со мной или какие-то... Я, кстати, этого не знала. Я тоже не знала. Почему ты так со мной себя ведешь, если все было нормально абсолютно? Я вообще ничего не понимала. И он такой... Ты мне уже не нравишься. Ты ко мне сильно привязалась. И начинает как-то вот так вот меня отталкивать. А я сижу, мы это сидим еще в ванной на полу. И вот так вот меня трясет. У меня уже просто идут слезы. А он такой... Типа, что происходит? А я... Не боялась. Честно, это прям одно из самых ужасных чувств, когда чувства не взаимные. Типа, ты не знаешь, что делать. И... Ни разу такого не было. Самое страшное, это когда ты не понимаешь, почему это произошло. Вот эта неизвестность, я не знаю, это прям очень больно. На самом деле, я понял, что с этим надо просто смириться. И типа, ну вот принять такое, ну ты ничего не сделаешь, если типа ты человеку не нравишься, ты ничего не сделаешь. Если вот мне человек не нравится, все, и я ничего не сделаю. Как бы я не хотел. Мне так же, конечно. Ну вот. Я могу свое оправдание сказать, что у меня вообще никаких низким отношений нету, даже в планах. А как же? Я шейк? Я. Ты? Кристина, ну... Я не понимаю. Понимаю. Спасибо. А ты что понимаешь? А, Володя говорит, мне не нужны отношения, никого в планах у меня нет. Кристина на это реагирует, типа, ммм, спасибо, ну мне неприятно, ей неприятно было. И типа это схоже и с нашей ситуацией. В общем, ну надо нам вообще вместе записывать такие ситуации, разбирать. Да, как-то пофиг уже. Как-то что было и прошло. Я не знаю, сколько тебе, тебе 7, тебе, наверное, 8. Я не знаю. Нет, типа, вы нормальных парней, наверное, просто не видели. Ну это да. Ну просто иногда это... Не, я не видела нормальных парней вообще. Вообще не видела. Алина с Володимой теле? Да, нет, ну... Да. А начали вы, начали с Володимой теле? Да, у нас все было хорошо, пока она... А у тебя так сексуально? Я такая, да. Да! Пока она нас не поссорила. И как она может приходить ко мне в комнату или меня на корпус покрапать и потом... Нет, вот это пи***е двуличие. Вот это... Это очень мерзко. Ну мы... Я этого не знала. Я вообще... Мы вообще тогда были уже или нет? Я были как будто... Не, мы не были. Это было прям... Ты же знаешь, обрезанное? А, в октябре? Это ноябрь. Вот это все херня. Прошлым летом, перед съемкой реалити, я решил, что я хочу себе нового девчика в команде. Я за Лизой следил очень давно. Она мне очень нравилась. И мне очень нравился ее образ ангела в интернете. И мне показалось, что этот человек далеко не ангел. На самом деле, я думаю, прекрасный момент, чтобы рассказать, что было между нами с Лизой. Потому что в реалити я ни слова не говорила о Лизе. И ты тоже. Нет, я не говорил. Мы разговаривали, не знаю, вставят это все, но или нет, мы разговаривали... Я всегда был в ссоре со Степой, с Машей, с Дашей. И мы общались. И там же мы затронули, типа, тему с Лизой. Ну потому что, типа, реально плохо настроила меня на Дашу, например, даже та же Лиза. Все начиналось с того, что я приехала в Иксо, и через неделю случилась ужасная ссора, после которой мои отношения с Иксо максимально ухудшились. Это были самые ужасные времена. Я себя считала какой-то ужасной девочкой, которая непонятно зачем здесь находится, и которую все ненавидят. Кристина здесь рассказывает про всю ситуацию с Володей, и я это знала. И такой был один момент, что мы с Володей как-то после тусовки ехали домой вместе с Кристиной. И мы приехали домой и разошлись по комнатам. Я пошла к себе в комнату. Как мы уже ранее говорили с Даней, что наша комната, она как будто одна целая, только разделена пустой стеной гипсокартоновой, через которую все услышно. Мы зашли в мою комнату. В комнате пацанов, их еще тогда не было, спала Лиза вместе с Дашей. Они спали. Мы были с Володей пьяненькие, очень. Выводится разговор, я не знаю при каких обстоятельствах, но мы начинаем говорить про Лизу. И так как у меня сформировано мнение о том, что Лиза плохая из-за Кристины, я говорю, Володь, а ты уверен, что Лиза вообще тебя любит? Я говорила, может быть, хватит к ней что-то чувствовать. Я не помню, что я говорила, но я сказала, что это не так. Допустим, Кристине было очень неприятно. И, короче, у нас был диалог про Лизу. Ты очень привела за Кристину? Я защищала ее, и я говорила, что не надо. Блин, я не помню, честно, я не могу ничего сказать сейчас точно. Я говорила, что Лиза плохая. В один момент открывается дверь, и Лиза с ужасным лицом, с орами и криками говорит, ты у***ща, б***ь, иди на***ь, отсюда, мразь. Там, я не знаю, б***ь, она начала на меня орать. Она говорит, какого х***я ты вообще имеешь право говорить что-то про наши отношения, да ты ничего не знаешь? Ладно, хорошо. А пойду? Что по итогу? Кто оказался, брал? Я. Я говорила, что как будто тебя не ценят, Лиза. Может быть, просто у меня был такой момент в жизни, что я слепо любила человека, делала все для него, все-все-все-все-все. Мне говорили, Настя, очнись, типа, этот человек недостоин тебя. И также я хотела поддержать Володю, как бы сказать ему, намекнуть, но я сделала это не очень некорректно, видимо. И так получилось, что весь этот диалог Лиза списала на диктофон. Они не спали, они притворялись. Она записала все на диктофон, начала на меня орать, назвала меня уебащим. Это было просто так ужасно. Все подумали, что я влюблена в Володю из-за того, что я пыталась его перенастроить против Лизы. Последующий месяц Лиза меня ненавидела. Лиза с Дашей подходили ко мне и издевались надо мной. После всей этой ссоры я пыталась извиниться перед Лизой, потому что, ну, я правда залезла в отношения, это не надо так делать. Но я думала, что это диалог наедине с Володей. Он просто мой друг, и я хотела его поддержать. Я хотела, ну, я хочу, чтобы всегда у всех людей было все хорошо. Не помогайте никому, господи, пусть сами все разбираются в своих отношениях. Реально, я прям усвоила для себя такой урок. Целый месяц мы не общались, приезжают пацаны, они общаются с Лизой. На меня какой-то негатив. Все стало очень-очень плохо. Маша Сэн, по-моему, сказала, что она не хочет меня видеть в команде. Я начинаю рыдать, я выхожу на собрание в центре кабинета. В центр кабинета выхожу. И все высказываю ребятам, что мне очень плохо, я не понимаю, что происходит. Я хочу быть с вами в команде. Давайте я изменюсь как-нибудь. Давайте начнем работу над собой. Просто я не знаю, правда, что мне делать. Но в итоге мы поговорили, мне как бы дали шанс. Ребята тоже пошли мне навстречу. Но суть в том, что через месяц мы с Лизой начинаем очень хорошо общаться внезапно. Этого никто не ожидал вообще. И потом Даня, Никита и я с ней очень сильно сближаемся. Мы постоянно ездили и гуляли, мы постоянно были у нее на квартире. И она начала нас перенастраивать... Против Иксо. Перенастраивать против Иксо, и че? Ну и че, мы поверили ей. Но потом, на самом деле, при последней встрече мы типа верили, верили, верили. Мы говорили, всякое говно. Да, реально плохо были настроены. Потом при последней встрече мы такие, типа... Что-то мы решили просто не разговаривать ничего про Иксо, типа про негатив и так далее. Вот тогда было, конечно, тоже нам тяжело. Но я думаю, что ребята просто надо осагрелись из-за того, что мы с Лизой общались. А Лиза всем делала х**. При последней встрече мы такие, ну не будем говорить про Иксо. И мы не поднимали эту тему. Лиза ее подняла, столько негатива вылила, столько всяких х**. Мы такие, блядь, что-то не очень приятно было. Самое интересное, что когда мы наедине с ней были, она говорила, и мы как будто бы верили ей. Ну да. Везде Лиза кому-то что-то про нас рассказывает. Реально очень много слухов. Сейчас наше агентство закрывает все рекламные долги Лизы Василенко перед различными брендами и магазинами. Что такое закрывает? Это тут несколько вариантов. Либо они выплачивают деньги, вот просто дают деньги, которые... Даже у Лизы, например, закончились уже рекламные контракты, а кто-то приходит, и Гера отдает свои деньги, которые он бы мог вложить в Иксо, просто за Лизу. Если она брала у кого-то бартер, то другие ребята с дома выполняют этот бартер. Например, у Лизы там миллион подписчиков в ТикТоке. Ой, в ТикТоке, в Инсте полтора, например, миллиона. Люди выполняют, например, у кого 500 тысяч. Вот три человека по 500 тысяч делают историю, что вот так-то, так-то, так-то бартер выполняют за Лизу. Ну, это просто пиздец, я считаю. У Лизы был проект с косметикой, и в один момент она просто отказалась от них, не ездила на съемки, и... Ну, не отказывается, она просто не едет на съемки, просто начинает их выморить. И этот проект доделывала за нее я. А Герма нормально с каким лицом смотрит? Такой, типа... Блин, ну, я на самом деле сначала подумала, что Герман подарил ей машину. Я думаю, что, блядь? Я такая, в смысле? Она просто мечтает об этой машине, и я сначала подумала, что он ее подарил. Я думаю, пиздец. Все так подумали. Думаю, что Герри, ну, это вообще пипец. Как он ее, типа, притащил, как они будут в Москву ее перетаскивать? У меня вопрос, почему Даня смотрит фильм с Машей Сен? Потому что я ехал на Peugeot, и там, как я ехал, я таки остался, никуда не входил. Понятно. А Машу посадили со мной в машину, чтобы я не гонял. Оправдание вот такое. А что? Маша не любит Даню. Ну, ладно, Маша, я моя подруга, но Даня. А что Даня? А что эти удивляют? Да потому что у тебя были знаки внимания. Я, блядь, не слепая была вообще. Я не слепая. Я чувствую это. Я не знаю, как это объяснить, но я чувствовала, что что-то есть. И ты сам сказал, что у нас что-то непонятное с Настей. Что-то непонятное. Ну вот. И отдельно тачки, потому что... Не, 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 не. Я не знаю, что у вас есть. Там вообще шикарно. Нам, в принципе, неплохо вдвоем. В одной тачке будут обсуждать тебя, другая тачка. Нам вообще замечательно было вдвоем, честно говоря. Я никого не обсуждал. Это невозможно, что вы там сидели. Вот и все. Вот и все. Вот и все. А почему вот что у меня за смех такой вот это? Ты, вон ты. Почему нас двоих, типа, вот так вот мило отсадили? Он говорит, так, ну, вас просто в машинах обсуждают, поэтому свалите. Мы думаем. Ну, прям кайф, я считаю. Ты хочешь так кому-нибудь приезжаться, взять за руку, чтобы мне было страшно. Там же Андрей Рей сидел. И Кристишь есть. С тобой вдвоем. Кристишь есть. И навсегда. У нее такая какая-то дерьмовая, прям, реальная ситуация с Даней. И у меня полный нос у Володи. Друзья, по несчастью, мы просто сидели такие просто в одной машине, ты и Володя, и мы сидим и такие, наверное, хорошо у них там все. Ну, в принципе, можно и лесбянками становиться. Спойлер, телки будут сосаться. Не знаю, нет. Типа, не знаю, с девочкой, но как-то реально странно. Я не смогла бы, ну, расслабиться как-то. Чувик, правило, расслабилось пополно, я тебе отвечаю. Честно говоря, мне бы мама убила вообще нас, если бы не... ...очувывалась девочкой. Чувик, правило, расслабилось пополно, я тебе отвечаю. Честно говоря, мне бы мама убила вообще нас, если бы не... ...очувывалась девочкой или что-то... в принципе не будет я в кинотеатре сидела и понимала что там все мои друзья вокруг меня не было так стыдно пози лохова хуже реально не будет но дальше хуже хотя бы коснуться и мы такие еще разочек да все это как бы только ну что правда это правда все пришел тим провокатор всей вообще ситуации целуйтесь давайте давайте целуйся я целуюсь еще раз последний раз пожалуйста хотел посмотреть конечно же такое зрелище а вот слабо подойти его просто засосать его прямо сейчас нет это полный дец это когда спросили я такая что я сама первая на тот момент я просто ну я тебя вообще как бы прям ну не то чтобы ненавидела просто это было прям неприятно у тебя были какие-то мутки с машей ему так не было и после всего что произошло ты сидишь с машей и я такая еще и целовать его там надо мне идти что это комплименты люди на яичку это очень круто яичку нет потому что будет слеза потом скажи я не хочу это потому что это не уважение к себе мало то мне нравится бум и что мне делать ну ситуация такая что он вот это не страдает с девчонками там приглашает их да какие-то левыми донят они сейчас он сидит с морисен он вообще ни слова мне сегодня не говорит и типа ну так общаемся нормально но я вообще я в шоке и сейчас я должна к нему идти засасывать его я и кому-то если тебя праздонят очень классно вот и меня сейчас будет и пушить просто мне так и овощи вот всегда когда пью я начинаю вспоминать о том что я одинокая тварь и нас кто дольше вот мы с вами посмотрели 3 2 2 сезон вторая серия с этим реальтим чет скажешь в общем целом мы же смотрели в кинотеатре я многое видел и от нового по честному я рада что все раскрылось то что 70 процентов типа я вообще не знал то есть процентов всего рельсу эти попросту я был я знал только то где я участвовал это 30 процентов сегодня из процента я вообще не знаю как на этом канале будет еще четвертая серия 6 если будет 8 если будет 10 а на моем канале вы уже есть 1 потом 3 5 7 9 что подписывайтесь на бума на его youtube канал на его инстаграм на дикто и конечно же но меня я чё-то как-то устала даже смотреть я знаю что короче если ударить в другое место голова перестанет болеть будет при этом наганок и не надо всем пока я вас люблю мои бабочки сладенькие до следующего видео